Приветствуем вас, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «День веков хронограф». Мы ее ведущие. Андрей Егоров и я, Елена Шмелева. Ранним утром 15 октября 1917 года в Винсенском лесу под Парижем была расстреляна Маргарет Гертруда Целли Маклиот, более известная под сценическим псевдонимом Мата Хари. Она родилась в 1876 году в городе Леовардене, Голландия. Рано потеряв мать и все детство кочуя по многочисленным дядюшкам и тетушкам, она мечтала выйти замуж и уехать. Мечта исполнилась в 1895 году, когда она стала женой капитана на военно-морской базе на острове Ява Рудольфа Маклиота, голландца шотландского происхождения. В семье родилось двое детей – дочь Луиза и сын Жан. Несмотря на это, через три года Маргарет ушла от мужа. Вернулась на родину без денег, без образования, с двумя детьми на руках. Сильного поставленного голоса у нее не было, зато она прекрасно двигалась. Тогда-то ей и пришла в голову мысль об экзотических танцах и вполне подходящем псевдониме Мата Хари, что на иванском означает «Око зари». Ее парижский дебют состоялся в марте 1905 года в зале музея Гиме. Публика была просто очарована загадочной женщиной в восточном одеянии, танцующей на лепестках розы. При модном в то время увлечении восточной мистикой этого оказалось достаточно для появления настоящей мировой сенсации. Богатые любовники сменялись один за другим, а танцовщица разъезжала по всем странам мира. Так продолжалось бы и дальше, если бы не грянула Первая мировая война. Сценические триумфы пришлось отложить до мирного времени, и Маргарет нашла новый способ заработка. И, надо сказать, необычный. Она нанялась на службу сразу в немецкую и французскую разведку, одновременно став двойным агентом. Но в результате оказалась пешкой в руках властей. Мата Хари просчиталась. К концу войны французам нужен был громкий показательный процесс над опасным агентом, не принесшим никакой ценной информации. А немцы давно уже использовали танцовщицу для передачи дезинформации противнику. В феврале 1917 года Мата Хари была арестована на пороге своего номера в парижском Палас-отеле. Начался громкий судебный процесс. И женщину сделали виновницей едва ли не всех неудач и военных потерь Франции. 15 октября 1917 года ее расстреляли. Тело оказалось никому не нужным и было передано медицинскому колледжу в Сорбоне. 15 октября 1964 года был введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». Он стоит в одном ряду с такими грандиозными проектами прошлого века, как Днепрогэс, БАМ, Магнитка. Решение о его строительстве принимали руководители нескольких стран-членов Совета экономической взаимопомощи – СЭФ. СССР, Венгрии, Чехословакии, Польша и ГДР. Соглашение подписали в декабре 1959 года. Строительство начали через год – в декабре 1960-го. Отправной точкой для нефтепровода стала Самара – грандиозный перекресток нефтепроводной системы нашей страны. От берегов Болги магистраль устремилась на запад, дошла до границы России и Белоруссии, где в селе Высокое разошлась по двум направлениям. Северная по территории Белоруссии уходила через Полоцк в Прибалтику, в порты Литвы и Латвии. А южная через Мозырь, Белоруссия и Броды, Украина, шла в Восточную Европу. На строительство системы нефтепроводов потребовалось 4 года, хотя отдельные участки начали работать раньше. И первые тонны нефти в резервуары Чехословакии поступили еще в феврале 1962 года. Примерно через полгода нефть «Дружба» получила Венгрия. В течение 1963 года строители закончили участки Мозырь-Броды и Мозырь-Брест. Это дало возможность начать поставку нефти в Польшу и ГДР. К середине 1964 года основные объекты системы «Дружба» были сданы в эксплуатацию. А 15 октября 1964 года состоялась официальная церемония ввода магистрали в строй. Через 5 лет возник вопрос об увеличении экспортных возможностей Советского Союза. А имеющийся нефтепровод такого увеличения обеспечить не мог. Тогда строители повторили маршрут «Дружба» и проложили еще одну магистраль в том же коридоре. «Дружба-2» начали строить весной 1969 года и закончили в 1974 году. Экспортные возможности страны увеличились более чем в два раза. После распада социалистического лагеря и СССР Центр управления российской частью нефтепровода переместился из Львова в Брянск. В России магистраль нефтепровода проходит по территориям 32 районов 8 областей. Сегодня 15 октября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день в разные времена родились многие замечательные люди, которые приобрели мировую известность в области науки и культуры. 15 октября 1814 года в Москве в семье армейского офицера родился Михаил Лермонтов. Лишившись матери в двухлетнем возрасте, был взят на воспитание своей бабушкой, Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, которая увезла его в село Тарханы, Пензенской губернии. Потеряв дочь, она посвятила себя воспитанию внука. Нанимала ему лучших гувернеров из Германии. Мальчик был слаб здоровьем. В 10-летнем возрасте бабушка отвезла его на Кавказ, на минеральные воды. Горные пейзажи навсегда покорили сердце юного поэта. В 1830 году Лермонтов поступил в Московский университет на словесное отделение, откуда два года спустя был исключен. Поэт попал в школу гвардейских подпрапорщиков. В течение двух лет пребывания в школе им были написаны многие стихотворения и поэмы. Измаил Бей, Хаджи Абрек. Последняя была втайне отдана одним из однокурсников Лермонтова, книга издателю Смирдину и напечатана в 1835 году. Это был рискованный шаг. Ведь сам Лермонтов никогда не спешил печатать свои произведения. К сочинительству он относился очень строго. В 1834 году Лермонтов вышел из школы корнетом, поселился в Царском селе. Здесь им была написана драма «Маскарад» и поэма «Боярин Орша». Но настоящая литературная известность началась со смерти Пушкина в 1837 году, когда было написано его стихотворение на смерть поэта. Оно быстро разошлось по Петербургу, сделав Михаила Юрьевича опальным. Лермонтов был переведен в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Вскоре вмешательство бабушки помогло ему вернуться в Лейб-Гусарский полк в Петербурге. В это время он написал песню про купца Калашникова. А в 1834 году появился его демон. Собрание зол его стихия. Носясь между дымных облаков, он любит бури роковые, и пену рек, и шум дубров. Меж листьев желтых облетевших стоит его недвижный трон. На нем средь ветров, а не имевших, сидит уныл и мрачен он. Принятый в кружок писателей Петербурга, членами которого являлись Жуковский, Адоевский, Муравьев, Лермонтов продолжал писать прекрасные поэмы и стихи. Бородино, Казначейша, Мцири, Дума, поэт. В Петербурге, ухаживая за княгиней Щербатовой, он встретил соперника в лице сына французского посланника Баранта. В результате дуэль, окончившаяся благополучно, но для Лермонтова повлекшая за собой арест Гауптвахту и потом перевод в Тенгинский пехотный полк на Кавказе. По окончании отпуска, весной 1841 года, Лермонтов уехал из Петербурга в Пятигорск. Влюбчивый и вспыльчивый по натуре, здесь на свою беду он встретил красавицу Эмилию Верзилину, за которой ухаживал отставной офицер Мартынов. Снова произошла дуэль, на которой Лермонтов был убит. Это случилось 27 июля 1841 года. Его погребли в Пятигорске, но через несколько месяцев бабушка увезла прах покойного в свое имение Тарханы и похоронила его в семейном склепе. Исследователь творчества поэта Иракли Андронников написал «И через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека, грустного, строгого, нежного, властного, наделенного могучими страстями и волей, и проницательным беспощадным умом. Поэта гениального и так рано погибшего, бессмертного и навсегда молодого». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова